Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, понимаем, всё великое и доброе оказалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось ещё ярче. В дурные стороны каждой вещи выступали ещё резче. Бедняжка Кай, теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда. Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались. — О чём же ты плачешь? — спросил он Герду. — О, какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно, фу! — закричал он вдруг. — Эту розу точит червь, а та совсем кривая. — Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат. И он, толкнув ящик ногой, сорвал две розы и бросил. — Кать, что ты делаешь? — закричала девочка. А он, видя её скук, сорвал ещё одну и убежал от маленькой-маленькой Герды в своё окно. Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками? Он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Рассказывала ли что-нибудь старушка-бабушка? Он придирался к словам. Да хоть бы одно это! А то он дошёл до того, что стал передразнивать её походку, надевать её очки и подражать её голосу.